Четырёхколёсные участники Великой Отечественной войны снова в пути. Автопробег ДСААВ вышел на финишную прямую по городам воинской славы и городам героям. Не остался в стороне и Славянск на Кубани. 10 единиц ретротехники, около 50 автомобилей приняли участие в автопробеге по дорогам Великой Победы. Сразу после старта в Москве колонна разъехалась по двум направлениям, но с одной целью. Это не просто очередные путешествия любителей дальних поездок. Оба автопробега, один от Москвы до Санкт-Петербурга, другой до Севастополя, посвящены 70-летию снятия блокады Ленинграда и освобождению Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Краснодарский край принимал автопробег с 30 апреля по 2 мая. За время движения к колонне присоединялись автомобили организаций регионального отделения ДОСААФ России. Славянск на Кубани принял южный кортеж автопробега. Здесь его участники встретились с ветеранами и молодежью, возложили венки и цветы к памятнику бойцам Таманской армии и почтили память погибших минутой омолчания. О маршруте движения автопробега рассказал начальник координационного центра поискового движения ДОСААФ России Владимир Рыжов. Прошли через города-герои Тулу, города воинской славы Елец, Воронеж, Ростов, Калач-на-Дону и прибыли на Кубанскую землю. От вас отправимся дальше до Новороссийска, города-героя, затем посетим Анапу, Темрюк, переправимся через Керченский пролив и продолжим по Крымской земле. Миновав десятки больших и маленьких городов, южная колонна финишировала в Севастополе 4 мая. Надежда Неткачева, Михаил Варгулев, программа События.